Пятый канал представляет Блин, я от пасты толстею Кир, да перестань У тебя фигура, полный блеск Вообще, ты знаешь, нам надо с тобой чаще видеться Помнишь, как в институте было? Алин, прости С моей-то работой Сейчас сразу несколько многомиллионных заказов Голубу поднять некогда Да, конечно Мужа там себя отхватил Красавица, да еще и главный архитектор По совместительству С Егором все не так просто Здравствуйте, Кира Евгеньевна Здрасте Кира, в чем дело? Не в чем, я просто хотела узнать, что у нас по проекту детского сада Кира, я же объяснял Я сейчас очень занят, давай в детскому саду вернемся вечером Хорошо? Хорошо Зарина у нас теперь финансовый аналитик Московская штучка Недавно переехала Дерзкая, красивая На шесть лет моложе меня Ну и что? Егор тебе с ней изменяет? Ты же говорила, что он тебе верен Ситуация, как в анекдоте Уверена, а доказать ничего не могу Понятно Ты об этом хотела поговорить, да? Ну, просто ты сказала, что разговоры на телефон Да нет, проблема посерьезней Ты же говорила, у тебя есть друг в силовых структурах Ну, не совсем друг, но да Мне нужна его помощь Ну или хотя бы совет У меня серьезные проблемы, я не знаю, что мне делать Хорошо, но просто ты вкратце обрисуй суть проблем Может быть, темни его Да, конечно Дело в том, что... Извини Я сейчас Кира, что с тобой? Кира, ты меня пугаешь Кира, что с тобой? Кира, врача вызовите кто-нибудь Что с тобой? Алин, давай теперь спокойно Мне на ушко, что здесь было? Я не знаю Мы с Кирой знакомы уже очень давно В студенчестве Мы с ней были, в общем, неразлучны Собственно, она с тобой хотела поговорить Со мной? Да, через меня У нее были какие-то проблемы Какие проблемы? Я не знаю, она не успела мне рассказать Тихо, тихо, тихо Проходите Паш, директор ресторана приехал Идите сюда, пожалуйста Здравствуйте, Глеб Парфенов Здрасте, майор Шапошников Вы знаете, у нас безупречная репутация Никогда никаких отравлений Ничего такого Так, а видеокамеры ваши пишут? Разумеется, да Ну, хоть что-то Юрьич, ну что, отравления? Да нет Ресран здесь ни при чем Так что успокойтесь Смерть девушки наступила в результате приступа эпилепсии От этого что, можно умереть? Можно, Дима, можно Редко, но случается Я полагаю, что сердце не выдержало Ладно, что гадеты Вскрытие покажут Так, Алина, рассказывай У Киры были приступы? Я... Я не помню Нет, не было Не было Слушай, Юрьич, ну приступ же не может так начаться Ни с того, ни с сего Значит, что-то спровоцировало, да? У нас никаких провокаций Все на релаксе Тихая, успокаивающая музыка Так, тихая, спокойная музыка Алина, давай еще раз Спокойно Как все произошло? Ну, мы сидели, разговаривали Сделали заказ Все было хорошо Потом ей смс пришло на телефон И началось Смс-ка на телефон? А где телефон-то? Юрьич Что вы ищете? Телефона при ней не было Точно не было? Точно Но он был Был, да сплыл Интересная картина, ладно Пойдемте, видеозаписи покажете Алина, сейчас я Пойдем Ну, так что мы имеем-то? Несчастный случай Или все-таки убийство? Не верю в совпадение Кира собиралась Алине сообщить нечто очень важное Именно в этот момент на ее телефон приходят сообщения И сразу же трубка пропадает Ну, телефон-то могли ее тискнуть? Вполне, если трубка дорогая Ну, слушайте, там ресторан-то, извините меня, не дешевый И публика респектабельная Ну, публика-то ладно А там есть официанты Ну, люди не богатые Да То есть рассматриваем версию убийства Считаем, что случайность Непойманная закономерность Ну, не познана Вот поймаем и познаем, Дима Что у нас по Кире? Андрей Мальч, вот Алексеева Кира Евгеньевна, 31 год Работал архитектором в архитектурном бюро «Фасад» Ее муж Алексеев Егор Константинович Работает главным архитектором в этом бюро Бюро крупное, занимается проектами с большими бюджетами Да, я, естественно, заглянул в ее медкарту Значит, у нее эпилептические припадки начались в возрасте 25 лет Она несколько раз проходила лечение Но с криминалом связана не была А телефон-то ее пробил? Телефон выключен, местоположение не определяется А, да, вот что еще интересно Значит, я вскрыл ее облако Папка для файлов есть, а внутри ничего И, судя по дате изменений Сегодня ночью кто-то туда залезал И, видимо, все стер Ну, а кто мог знать ее пароль? Не знаю Либо, может быть, хакерский взлом Но пока не могу определить То есть узнать, кто отправил Кире это сообщение И что в нем было, мы пока не можем Пока не можем, Андрей Белисович Ну, а на этом видео из ресторана Что-то есть? Володь, на еще дни показываешь Тут же ничего не разобрать Как-то уж слишком вовремя пришло сообщение А что, если кто-то прослушивал ее телефон Поэтому и тиснул? Да, но Ну, я тоже так думаю Да, но в этом случае кто-то должен был Иметь доступ к ее телефону Чтобы туда установить шпионскую программу Ну, а кто мог иметь доступ? Муж Я бы с ним пообщался в первую очередь Хотя ходят слухи, что у него самого Не все в порядке с супружеской верностью Ну, давай, Паша Тебе, как говорится, и шашки в руки Ты же у нас эксперт по этой части Большой эксперт Егор Константинович Мы, конечно, приносим вам свои соболезнования Но так или иначе Вынужден задать вам несколько вопросов Да, да, я понимаю Спрашивайте Вы знали, что ваша жена Страдала приступами эпилепсии? Она, конечно, скрывала от всех Но я знал Я виноват Я не настоял, не проявил жесткости Кира Я заметил, ты перестала принимать таблетки Почему? А какой смысл? У меня уже два года ничего Все прошло От этих таблеток я становлюсь сонной Творчески неактивной Но врач же сказал Без консультации с ним нельзя прекращать лечение Ну, хватит бурчать Давай лучше займемся любовью А то скоро начнется аврал Будет не до этого Наше бюро получило сразу несколько крупных заказов Все работают в форсированном режиме Но я не понимаю Вообще, почему этим делом занимается полиция Ну, мы рассматриваем разные версии В том числе и возможность того, что Этот приступ кто-то вызвал намеренно Может быть, у кого-то был мотив Из зависти Из ревности Ну, или какой-нибудь другой Послушайте, я, кажется, понимаю К чему вы клоните Все эти разговоры о нас с Зариной Это грязные сплетни Зарина прекрасный специалист И у нас исключительно деловые отношения Ну, это как вы скажете Конечно Но мы бы с ней пообщались Она сейчас уехала А где нам ее найти? Она уехала на встречу С нашим заказчиком Ритейлер Акведук Адресочек не подскажете? Ну, пожалуйста Спасибо большое До свидания До свидания Лев Аркадьевич Мы пригласили вас Как известного специалиста По эпилепсии Да Занимаюсь данной проблематикой Уже около 20 лет А что вас интересует? Чем могу помочь? Вопрос такой Можно ли у предрасположенного человека Вызвать приступ эпилепсии Ну, это искусственно? Или это миф? Ну, почему же миф? Вот смотрите У меня есть одно видео Смотрите Перед вами Добровольный участник эксперимента Подожди, но это живые? Нет, вот там вот Весь в проводах Вот этот опутанный Это добровольный участник эксперимента Он просматривает видео С определенным содержанием Это мерцающие С определенной частотой Цветовые пятна Быстро изменяющиеся Геометрические фигуры И другие кадры А я наблюдаю за картой Электрической активности мозга Как только активность В височных долях У добровольца Станет критической С большой долей вероятности Начнется приступ Скажите, а Вот подобное видео Может сделать Обычный человек Не специалист К сожалению Подобного видео Очень много гуляет по сети И не знаю, как у нас А вот, например, в США Уже был юридический прецедент За отправку подобного сообщения Жертве Судили блогера И он, представляете Получил вполне себе реальный срок Да вы что? Да А вот еще Видео Мы тут подошли по-другому Подождите Лев Аркадьевич Нам достаточно Спасибо вам огромное Тимур А А ритейл Это что за зверь такой, а? Ритейлер Да ты не бери в голову Торгаши они, короче Ну а Так, надо звонить Зарине Давай Подожди Походу, это она Зарина Смолякова Да Здравствуйте Капитан Бугнов Петровская РОВД Старший институт Ветров Здравствуйте Можно задать пару вопросов? Твою мать Стой к машине Стой 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 Дуй за ней Давай Там на заднем сиденье какой-то человек сидел Ты гони, гони только Гоню, гоню Ну давай Ну-ка тормози Вон же она Что-то остановилась Ну что? Да ничего Скрылся Опа Подруга Алины, Кира Алексеева, умирает в ресторане от приступа эпилепсии, спровоцированного пришедшим на ее смартфон сообщением Смартфон Киры исчезает с места преступления Под подозрение попадает Зарина, новая сотрудница мужа Киры, Егора Бубнов и Ветров пытаются опросить Зарину, но та сбегает от них на своем автомобиле, на заднем сидении которого сидит мужчина Оперативники находят Зарину убитой, а задержать ее убийцу не удается Антон, ну как же так-то, а? Ты и упустил Получается, сидим-то мы хорошо, а бегать разучились Андрей Борисович, ну он явно тренированный А ты, получается, явно нетренированный Ну действительно он похож на профи Следов не оставил и ствол скинул Да и пистолет по нашим базам не проходил Да, я пробил по милингу Если у него и был с собой телефон, он его в это время не включал Да главное, что он кейс Зарины с собой прихватил Наверняка там наличка была Ой, что-то меня сильно напрягает эта ситуация Я Лене может напрямую угрожать опасность Борисович, у нас же служебная квартира сейчас свободна Рынку туда перевезти, ну, на время От греха подальше Перевезти, от греха поближе Борисович Внезапно с тобой соглашусь Перевози И что же на этот раз? Спецоперация Опять ночная, конечно же Да, ночная, Марина, что делать? Надо отвезти в безопасное место свидетеля Важного свидетеля И обеспечить его охрану Ты мне что, не веришь, что ли? Ну позвони Голова, он все подтвердит Да ладно уж, пойду тебе ужин соберу А то ты же проголодаешься после этого Ну, после операции, в смысле Да ладно, Маришка, я бы по дороге перекусил Пап Чего? Ты же обещал мне сочинение помочь написать Я? Ну да Когда? Нам задали написать сочинение по профессиям Я выбрал криминалистика Хороший выбор, хороший Ну, пиши первую строчку Значит так, у криминалистов всегда так Сначала практика, а потом теория Иди пиши, пиши пока Юричу, что ли, позвонить? Мариш, ну, может, правда, я по дороге перекушил, а? Да я быстро Ну, как-то так Да, не пентхаус Ну, ладно, сойдет Все настолько серьезно Алин, нет, блин, я шучу Ну, я хотя бы еду могу заказать, Паш Я даже поужинать не успела На сегодня вопрос решен Располагайся Так, а где у нас тут ванна? Шапошников А тебя ничего не мучает? Не понял Сидим тут, летаем, ужин приготовленный твоей женой Нормально? Вот ты про что Может и мучает А вообще считаю, что Если же грешить То грешить по полной Пойдем Куда? Ну, пойдем, не бойся Про грехопадение тебе расскажу Ну, не бойся Пойдем, пойдем Пойдем, пойдем Ты сегодня в роли злого полицейского? Да, я тебе сейчас покажу Что такое допрос с пристрастием Мне нравятся следственные действия Подожди А чего ты сказал, что мне что-то угрожает? Кир же мне не успела, Джорджа Откуда мы знаем о планах Убийц, преступников, их мотива И к тому же, зачем Киру убили таким способом Могли найти более простой и надежный вариант Вочтительно, очень странно Продукты я закупил, квартиру не покидать Никому не открывать дверь Только мне или кому-то из наших Так, интернетом не пользоваться Телефон лучше вообще выключить Мне звонили в случае крайней необходимости, хорошо? Подожди, а чем мне тогда здесь вообще заниматься? Я не знаю Нишки почитай, поспей Слушаюсь, господин полицейский И долго продлится мое заточение? Пока не поймем, что пандыц виновала Пока Пока Так, Володя Ну что у нас там есть по убиенной Зарине? Или она, как водится, чиста, как ангел поднебесный? Ну, не совсем, Андрей Борисович Смолякова Зарина Александровна 25 лет не замужем Высшее экономическое образование получала в Лондоне В Москве работала в крупной строительной инвестиционной компании «Три башни» И вот тут интересно Вся верхушка башен сейчас находится под следствием За мошенничество с тендерами, вывод капиталов и прочей шалости Счета арестованы Замешана в этом Зарина как-то была или нет, неизвестно Поскольку она успела уволиться из компании перед самым ее закрытием А, так вот почему она от нас так бегала Рыльца-то в пушку Ну, возможно, убийство Зарины и Киры вообще никак не связано Слушайте, а может быть, эти люди из Москвы убрали свидетельницу? А? Надо в первую очередь выяснить, что Зарина делала в акведуке А вот вы, Паша с Димой, этим и займетесь Антон Тимур А вы с обыском на квартиру этой Зарины Есть Подъем! Здравствуйте, вы мне звонили Да, мы вам звонили А вы Григорьев Юрий Сергеевич, верно? Совершенно верно Вы тут, значит, главный менеджер? Да У нас есть парочка вопросов, можно вас? Да, конечно Скажите, пожалуйста, вы встречались с Зариной, с Маляковой? Совершенно верно И что? По какому поводу? Ну, как, у нас в планах строительство нового торгового центра Они делают для нас проект Ага При ней был серебристый кейс Вы, случайно, не знаете, что в ней находилось? Ну, как, финансовая документация по проекту А что, по-вашему, там должно было быть? Действительно, что там могло еще быть? Да, впрочем, вы пока можете быть свободны До свидания До свидания Да, какой-то странный персонаж Да, тут еще пассажир Что думаешь? То ли врет, то ли боится, что-то Даже не спросил, зачем мы с Зариной интересуемся Да Разрешите, Андрей Борисович? Есть интересное Заходи, Володя Показывай свое интересное На ноутбуке, который мы изъяли из квартиры Зарины Деловой информации нет Но есть личные там фотографии и видео Вот это, я думаю, вам будет интересно Вот она, любовь всей моей жизни Вместе навсегда Как Бонни и Клайд Да Интересно, Комой Да, это ресторан «Сиренево мгла» Теперь по поводу человека, с которым она целуется Я его пробил Бобров Никита Семенович, 27 лет, не женат Он вместе с Зариной работал в компании «Три башни» Программист Но уволился из компании за год до того, как у нее начались проблемы Снова московский след? Совершенно верно, Андрей Борисович Правда, он ни от кого не скрывается Прилетел в Питер абсолютно открыто Я его сразу пробил Он поселился в гостинице «Нордический рай» Частный отель Ну что ж, молодец, Володя Должно же, в конце концов В этой «Сиреневой мгле» Хоть что-то прояснится Никита Бобров? Да Мы из полиции Из полиции? А я как раз в полицию собирался ехать Отлично, а вот и мы Дело в том, что моя девушка пропала Мы договорились с ней встретиться вечером, но она не пришла Телефон не работает Я позвонил ей на работу, там сказали, что ничем не могут помочь И бросили трубку А ваша девушка Зарина Смолякова? Да А что случилось? Она убита Так, успокойтесь, ладно? Возьмите себя в руки Примите соболезнования Но я вынужден вас спросить Что вы делали вчера вечером и по минутам? Вчера я... Вчера в отеле был весь день Ждал Зарину Там на ресепшене фиксируют, кто приходит, кто уходит Ну это понятно, мы проверим дальше Я же ее предупреждал Вот О чем вы ее предупреждали? Я же тебя предупреждал про башню Да, спасибо тебе большое за это Я вовремя свалила Но ты опять во что-то ввязалась Ну почему бы тебе не найти работу побезопаснее? Никита, милый, любимый, ну пожалуйста, ну не расхолаживай меня Ты видишь, я и так все трясусь от страха Шучу, ладно? Успокойся, за мной стоят очень серьезные люди Они в обиду не дадут Ну что ты? Ну брось ты все, пока не поздно Милый, нельзя Ну нельзя сейчас, понимаешь? Свобода и счастье слишком дорого стоят Потерпи, пожалуйста, еще немножечко, хорошо? Шампанского, пожалуйста А кто ее убил? Это мы разберемся Вы нам поможете? Я готов помочь Дело-то в том, что я сам толком ничего не знаю Зарина, она все держала в секрете А скажите, а почему вы пригласили Зарину в ресторан «Сиреневая мгла»? Ресторан Зарина выбирала Она сказала, что у ее сотрудников из бюро там скидки Логично Так, вы никуда не уезжайте Если мы что-то узнаем, мы вам позвоним Да, Тимур, понял, давай В общем, у Никиты подтвердилось алиби Он в отеле был Вот как Это кто звонит? Алинка Да, Алина Слушай Паш, слушай, прости, я курица беспамятная Я же в тот вечер перенервничала Вот, а потом как-то из головы совершенно вылетела Нас с Кирой тогда обслуживал какой-то очень странный официант Так Я ему говорю, нам Кача и Пепе Чего? Я говорю, что нам Качу и Пепе Вам Катю и Петю зачем? Боже мой, Паша, это блюдо такое, понимаешь? Вот и я ему это объясняла Он как бы головой кивает, а по глазам видно, что он первый раз об этом слышит А, ты к тому, что царь был ненастоящий? Хорошо, проверим Ты сама как? Ну, как тебе сказать Нормально Ясно После разговора трубку выключай Хорошо Целую Пока А ведь Антоха говорил про официантов А мы не прислушались Так, вот удачный стоп-кадр Посмотрите, пожалуйста, вы знаете этого человека? Нет, этого парня я не знаю А у меня нет таких официантов Это как так? А вам этот молодой человек знаком? Нет Серьезно, что ли? Понимаете, среди официантов большая текучка Люди приходят, люди уходят Всех не запомнить Как-то не очень сочетается с вашей безупречной репутацией Меня в тот вечер здесь вообще не было Я уже позже подъехал, по факту Классно У вас работает самозвание с вынесенным недухом Убита архитектор Кира Смолякова Подруга Алины Под подозрение попадается служивица Киры Зарина Смолякова Опросить Зарину оперативникам не удается Ее убивает профессиональный киллер Есть О! Вы как раз вовремя Да? А что? Что-то нарыл? Да Я прогнал через систему распознавания лица официанта-самозванца И в базе нашлось совпадение Вот он Профессиональный киллер в розыске Кличка Седой Но, правда, о нем мало что известно Кроме того, что он работает в разных городах Всегда по поддельным документам Отпечатков нет Возможно, он даже когда-то изменил внешность Но программу не обманешь Это точно он Так, непонятно, а почему Седой-то? Так, может, от фамилии? Седов Да ты че? О! Вот устами Туша, глагольт истина Молодец, Туша Никита Расскажите, а почему вы решили уволиться Из компании «Три башни»? Я же программист Я засек двойную бухгалтерию Вывод средств через офшоры и прочее Я предупредил Зарину Сказал, что здесь дело нечисто Но она не захотела увольняться Только когда я ей уже написал Что следственный комитет Серьезно копает под башни Она согласилась уволиться И уехать из Москвы А Зарина Что-нибудь вам рассказывала О своей новой работе? Нет, нет, почти ничего Но я ее, я ее знаю Она точно ввязалась В какую-то аферу И вот к чему все пришло Скажите А вот этого мужчину Вы когда-нибудь видели? Да, видел Один раз Привет А что это за тип с тобой? А ты что, ревнуешь что ли? Я машину в сервис отвезла Странный какой-то человек Это корпоративная машина А почему тебя должны подвозить вообще? У меня сейчас возит водитель Я заметил, что этот мужчина Ну водитель Специально поставил машину так У отеля Чтобы не попасть под камеры А номер? Номер У него был грязью заляпан Но я заметил цифру 9 Так, тут огурчики Курочка и картошечка Хватай Спасибо большое Пап А вот если бы на нас напали Ты бы их всех убил? Я? Нет, почему? Одного бы оставил На рассаду А-а Шучу Ну ты там осторожней Давай Все, пап Пиши, писатель Обещаю быть предельно осторожным Пока Пока Садовник Да Теперь понятно Почему ты от жены не уходишь Я не такая хозяйственная Алин Сейчас можно без негатива? Я в кои-то веки правду сказал Что я охраняю за деятельницу Тебя, то есть Есть от кого охранять? Представь себе, что есть На свободе гуляет опасный киллер Ребята по всему городу его ищут Подожди, подожди Вот тот Официант Киллер Да ладно Вот тебе да ладно Пей чай Так, ну вот последний кандидат с девяткой в номере Волков Палькарп Иванович Глянь-ка, похож? Ну, вроде похож Ну да Пять предыдущих тоже были похожи Че? Смотри Детали машина Слушай, и хозяин за рулем сидит Че, пойдем поглядим? Пойдем Готовщенко Вызывай группу Ладно, сейчас узнаю Хорошо Юрич Ну чего, из-за чего он крякнул-то? Ни ножевых, ни пулевых нет уже Ох, Тимурчик Все бы тебе пулевые Тут гораздо интереснее Давайте, как я люблю По порядку Ну так давай Значит, смерть наступила около часа назад Видите, у него характерные следы на шее Они от электрошокера Получается, сначала его отключили А потом уже вкололись в смертельную дозу инъекции И не надо мне спрашивать, какой яд Полный отчет только после вскрытия Странно, а че он не сопротивлялся-то? А че странного-то? Внезапно заглушили Вот наш седой и не успел отреагировать Да, но ты говоришь, у него не телефона А не ноутбука И проваливай, так? Да Не густо Не густо Ну, извините Тох Ну че, пойдем к нему на квартиру? Может, там че найдем? Не надо Что? Скажи, Паша А что это такое было ночью? На тебя это не похоже? Не знаю Может нервы, может усталость Не знаю Анекдот расскажи один Ну, попробуй А любовница спрашивает у женатого любовника Ты ко мне что-то чувствуешь? Да, а что? Чувство вины Смешно Смешно Сама придумала? Я не знаю, Олишка Все так сложно сложилось А как Как пересложить Я уже и ума не приложу Телефон возьми, тебе звонят Да, Тимур И что? На квартире ничего? Все, я выезжаю Что-то случилось? Добегался наш киллер Убили его Убиты подруга Алины Кира Алексеева И работавшая с ней в одном архитектурном бюро Зарина Смолякова Следствие устанавливает, что к обоим убийствам Причастен опасный киллер по кличке Седой Однако оперативники обнаруживают Седова убитым в его машине Смотрите, Андрей Борисович Седой тщательно шифровался В квартире использовал только Даркнет С телефона звонил каждый раз Используя новую безымянную симку Но я провел глобальный поиск По видео с парковок города Смотрите, где всплыла машина Седова А вот и недостающее звено Да, но Егор-то не был связан с криминалом? Не был, не был, да связался Ну что, берем Егора Брать с уликами нужно Паша, Дима, срочно ко мне За постановлением на обыск Работаем Компьютер портативный А именно ноутбук Обратите внимание Одна штука Что это за фипа такая? Откройте сейф, пожалуйста Пожалуйста Что там? Как мы и думали О, а вот это уже интересно Граждане понятые, обратите внимание Изымается кейс серебристого цвета Чей кейс? Ну чей? Случайно не гражданки Смоляковой Из Арины Александровны? Из чего это следует? А я не знаю Быть может Из отпечатков пальцев Которые мы обнаружим На задерживом Да и на самом кейсе Откройте кейс, пожалуйста Я не знаю комбинации Ну не серьезно Мы же все равно откроем Зачем портить такую вещь? Давайте, не стесняйтесь В сторонку Ну, удивляй Карта распределения финансовых потоков Счета Паш, ну прям пахнет Чем пахнет? Черный бухгалтерий А, ну Коллега говорит А я ему верю Слушайте, Егор Константинович Что-то засиделись мы у вас Давайте-ка к нам поедем, а? Да мы пока лякаем Так, ну что, мужики Кино смотреть будем? А что за кино? Дима прислал видео С ноутбука Егора Алексеева Ага Ну давай поглядим Ну давай Ах ты Ой Даже у меня здорового мужика Башка кружится начинает Да ты что Куя Ну-ка срочно выключай Головушка Тоже надо беречь Это же достояние от дела Вот смешно, а Да, видео странно Гражданин Алексеев Улик против вас достаточно Ну что, будете говорить или Давайте Без банальности Про сотрудничество со следствием Я все понимаю Спрашивайте Что вас подтолкнуло К совершению преступления Что подтолкнуло? Здравый смысл У нашего Бюро Помимо частных Есть и государственные заказы Огромные бюджетные средства Много лет они текли мимо Седая в чужих карманах Я решил, что это несправедливо Узнал, кто из моих клиентов Плотно сидит на обнале и отмыве Егор, Москва в целом Ваш план одобрила Но есть два условия Какие? Во-первых, наш с вами союз Лишь пробный камень В дальнейшем речь пойдет О более крупных мероприятиях Разумеется На то и расчет Во-вторых Они пришлют Свою сотрудницу по финансам Для ускорения процессов Она уже проверена в деле Хорошо, я согласен Подождите Не перебивайте Сначала приедет человек Фамилия его Седов Но так его называть не надо Только Седой Он вам передаст инструкции Лично Какие? Будьте с ним максимально внимательны Зарину прислали те же люди? Да Зарина Господин Седой у нас для особых поручений В случае затруднения Он придет нам на помощь Я в курсе Мне не звонить Я сам буду звонить Каждый день с разных номеров Слушайте Я не первый год в работе Все знаю Со мной проблем не будет Почему вы решили Пойти на убийство жены? Я не хотел ее убивать Я ее любил Еле уговорил Седова Решить все Иначе Егор, что за бред? Ты о чем? Ты во что вляпался? Ты же сядешь Кира Я разберусь Да уж и разберись Кира влезла в документы И все поняла Я понял, что она не успокоится И поставил на ее телефон программу Чтобы все слышать О чем она говорит, когда ее нет рядом Значит, вы подслушали Разговор Киры и Алины А как вам пришла в голову идея с видеороликом? Личный опыт Однажды Кира при мне Наткнулась на такой ролик И словно впала в транс Смотрела и не могла оторваться Я увидел, что ей плохо И успел вовремя оттащить ее от экрана Потом в интернете я прочитал Что подобные ролики могут вызвать приступ Я лишь хотел вывести Киру из игры Ее бы положили в клинику Ей все равно надо было лечиться Издается мне, что это вам надо лечиться Господин Алексеев А Сидова вы послали в ресторан Чтобы он выкрал телефон Киры? Да, он справился Телефон Киры я уничтожил А потом все пошло не так Почему Сидов убил Зарину? Потому что она обманывала Что с ней не будет проблем Запаниковала, побежала от полиции Чуть не сорвала всю операцию А почему вы убили Сидова? Потому что он начал меня шантажировать С чего вы взяли вообще, что я причастен? Спокойно, спокойно Гражданин Алексеев Как говорится, слово не таракан Выскочить не раздавишь Говорите, у нас есть все доказательства Что вы убили Сидова Деньги принес? Принес А ты не боишься, Сидой, что я Твоим хозяевам все расскажу? Расскажи И я вас всех сдам Я сегодня здесь, а завтра в Африке И у меня нет хозяев, понял? Я сам себе хозяин Да и не сообщи, что никому Почему ты так решил? Ты слабый Не мужик, а медуза Женушку твою надо было сразу мочить А ты цирк устроил Так, где деньги? Потом я вколол препарат Я прочитал, что он гарантированно вызывает остановку сердца при передозировке Сколько Сидов от вас требовало? Пятьсот тысяч Евро Ну что ж, господин Алексеев Хоть вы у нас банальностей не любите Но я вынужден вам сказать Что вы хоть как-то облегчите свою участь Если подробно напишите Все о своих планах Об обналичке По выводу капиталов О роли Григорьева О людях из Москвы В общем, все Да, я понимаю Как же Как же так Я ведь только хотел для нас с Кирой Исковать светлое будущее А с кого ли Безнадежное настоящее Так-то я Кире всю жизнь завидовала Замужем Да еще муж какой Красивый Красивый Умный Умный? Угу Да При должности, при деньгах Но это вообще редкость Не изменяет О, ну это все Это экспонат На руках носят Пылинки сдувают Любой каприс ее исполняют Ну все, не хватает Не пьет и не курит И в музей Спасибо, что напомнил Именно не пьет и не курит Ага Ну вот я и подумала Может и хорошо, что я одна А то Вон какие они Эти любящие мужчины На самом деле Неправильно Ты выводы делаешь Да? Угу Ну может конечно И несовершенные И со своими тараканами в голове Но Но получше этих идеальных Добываем Да и к тому же ты не одна Почти убедил Знаешь, ты меня сейчас обижаешь просто Паш Что? Ну Паш Ну у нас же есть еще пара часов Ну да, вроде как есть Мне тоже так кажется Мне тоже так кажется Видишь кометы сгорающих звезд Знай, это я загадал сто желаний Строим из прошлого в новое мост Из поцелуев, надежд, обещаний Я головою твоих милых ног Губы мои тронешь нежно руками Пусть улыбнется сияющий бог Пролетая над нами Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok